Астрономы зафиксировали таинственные и повторяющиеся радиосигналы, которые, предположительно, пришли к Земле с галактики, находящейся на расстоянии в полтора миллиарда световых лет. Это может быть очередное костное доказательство существования в далеком космосе, развитой инопланетной цивилизации. Однако ученые пока не спешат с выводами. Подобные быстрые радиовсплески ФРБС время от времени появляются регулярно. Однако сигналы подобного типа до Земли приходили лишь однажды, и было это в 2015 году. О новых загадочных сигналах сообщает журнал «Натура». Открытие свершила группа канадских астрономов, которая летом 2018 года поймала с помощью радиотелескопа Шайме сразу 13 всплесков нового типа. Когда они стали проверять эти сигналы, то выяснили, что один из них под номером ФРБ-180814 был повторным и ранее его ловили в 2015 году. Причем было это в Алисибо, Пуэрто-Рико. Сигнал шел из созвездия Жирафа, из точки, которая удалена от Земли на расстояние примерно свыше миллиарда световых лет. Большинство экспертов уверены, что такие сигналы издают некие мощные космические объекты, но никто пока не знает, какие именно. Быстрыми радиовсплесками называют единичные радиоимпульсы длительностью нескольких миллисекунд неизвестной природы, регистрируемые радиотелескопами. Впервые подобный сигнал был случайно пойман астрономами Университета Западной Вирджинии в 2007 году и получил название «Всплеск Ларимера». По словам экспертов, сигналы подобного типа могут приходить из черных дыр или суперплотных нейтронных звезд. Но среди версий есть и более смелые теории. Так, к примеру, профессор Эвид Лаэп из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США считает, что эти сигналы определенно могли быть доказательством существования невероятно развитой инопланетной технологии. До сих пор был только один известный повторяющийся быстрый радиовсплеск. Теперь же мы можем предположить, что там могут быть и многие другие. И поймав еще больше таких сигналов и изучив их, мы, возможно, сможем понять эти космические головоломки. Откуда они пришли и что вызывает их? Рассказывает астрофизик Ингрид Страйс из Университета Британской Колумбии, Канада, которая работает на радиотелескопе Шайма. Большинство ранее обнаруженных быстрых радиовсплесков имеют частоту около 1400 МГц, но новые сигналы идут в диапазоне значительно ниже 800 МГц.